150 человек с разным жизненным опытом и взглядами на политику, экономику и социальную сферу. Но объединяло их одно – желание сделать наш город лучше. В последнее десятилетие XX века в Сарове появился Совет народных депутатов, избранных на альтернативной основе. За время своей работы его участникам удалось добиться серьезных успехов в развитии нашего города. Вернуть Сарова его историческое имя, создать первую городскую газету и многое другое. И поводом для встречи стало приятное событие. Нам удалось издать книгу, подводящую итог нашей депутатской деятельности в далекие 90-е годы. Полагаю, вы согласитесь, что главным нашим делом было кардинальное изменение статуса наших закрытых городов благодаря разработанному нами и принятому Верховным Советом России закону ОЗАТО. Закон ОЗАТО позволил наполнить бюджет города и сделать жизнь саровчан лучше. Но главное – благодаря ему город остался засекреченным. И ядерный центр не прекратил свою деятельность. Не менее важно и то, что именно Совет народных депутатов смог вернуть в Саров духовную жизнь. Как вспоминают ветераны, организовать первый в истории города визит патриарха было непросто. Но они справились с этой задачей. Это был рабочий день. Никаких административных отпусков. Никто ничего не говорил, не делал. Никаких претензий за стороны руководства не было. То есть, все-таки высшая честь и разум присутствовал и у самых убежденных атеистов. Потому что гостеприимство такого высокого человека было искренним. Несколько часов подряд народные избранники первого созыва делились друг с другом своими историями из прошлого. Рассказывали о своей жизни после распада Совета и вспоминали тех, кто не пришел в этот вечер. Мария Рунч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Артемий Глазков, Сергей Рябов.